приветствую анатолий итальяныч ждем ярослава может дмитрий подтянется сегодня у нас принципе совмещенный эфир вчера к сожалению был на эвакуации не смог принять участие вот поэтому сегодня объединяем две темы либо сегодня говорим об уикенде а завтра поговорим о промоутерах как вы смотрите на это японцы это 4 как минимум эфира окей давайте завтра тогда мы поговорим о промоутерах и менеджерах а сегодня поговорим о боях уикенда то есть но все-таки среда как итак у нас сегодня точнее у нас предстоящий уикенд который начнется в пятницу на american bank center арена корпус кристи техас луис альберта лопес против джета гонсалеса поединок за титул чемпиона мира по версии ibf в полулегком весе и в принципе и в этом вечере бокса интересно будет посмотреть сандера заэса против роберта валенсуэла младшего на кону два второстепенных титула чемпиона североамериканской боксерской федерации североамериканской боксерской организации первом среднем весе ропсона консенсия у посмотрим ну и несколько бойцов скажем так которых можно за счет проспектами а дальше мы в субботу 16 сентября на коммерсе арена казино камерс калифорния боб оскар далахоя представит главном поединке бою вильяма сеппеда против марси так геста и в принципе больше так особо никого нету и ну самое главное конечно самое главное это понедельник нарьяки арена кота кто такой район на токио кенширо тераджи будет против хики балда защищать бой за два чемпионских титула по версии wb и wbc вайт флавейт и джунта на катании против арги картеса также титул супер флавейт wbo вот собственно говоря и весь наш уикенд поэтому давайте начнем с ивента от боба арома луис альберта лопес против джета гонсалеса у кого есть желание высказаться поэтому поединку ребят дима у нас еще в эфире ребят вы говорите а я сейчас вернусь у меня проверка начинайте я сейчас вернусь что тетка будешь ты говорите это не мое не мое но как мы тогда нет я росла к сожалению не не я это все не мое интересный парень чемпион мира и я его не замечал я помню прошлый его бой я думал что он проиграет колону вышло так что он выиграл и тогда мы еще спорили насчет того уже упадок у колона или нет вот боксер мексиканец боксер который бьющий боксер который в удар и боксер который боксирует в такой нетипичной мексиканской манере бокса имеет очень много бьет апперкотом бьет очень хорошо прямые как ни странно у него один минус который я вижу бьет много ударов на скачке то есть они заметно то есть бьет удар на скачке уже после того как он выиграл комната у орингтона как бы я думал что он будет очищать англию англию от англичан то есть сейчас вот ему проверку гонзалеса гонзалес это боксер который хотел имелся шансы выйти куда-то наверх но у всех топов он проиграл удобно проиграл у шакура стивенса проиграл и на варете проиграл то есть он когда только доходил до какого-то большого боя шанса своей жизни он проигрывал боксер тоже кстати бьющий терпеливый терпит держит блок но не знаю зачем этот блок ему потому что у него постоянно бывает опухают глаза после ударов вроде блок есть много урона принимает работает больше на контратаках то есть он ждет атаку атака приходит после этой атаки он он начинает бить в ответ какие-то интересные его передвижения ногами вот он именно не то что и на скачке там или там не знаю как-то подходит пессингует а он именно медленно бегает вот 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 у него вот такие вот шаги кто видел его бои вот с док-ба посмотрите особенно вот он вот он и тихо вот так вот как будто подпрыгивая бежит к сопернику то есть это мешает ему срезать углы то есть он такой носорожек он идет вперед без того чтобы срезать углы и мне кажется это и заключается его минус потому что мог он с тем же док-ба я думаю мог бы если были бы ноги лучше выиграть но мешает ему все-таки ноги терпеливый терпит и сейчас для луиса альберту это как бы знаете такая проверка потому что после англичан он уже как бы их раскусил их не технику сейчас мексиканцам таким же как и он упорным это сам будет для него проверка такая но все-таки я думаю гонзалес классом ниже и он меньше физически он луис альберту лопес он чем отличается в этом весь он мощный он большой большой у него большие плечи большие руки сильно бьет выделяет удары соперника после этого отвечает прицельно если не попадает повторяет а у гонзалеса все-таки нету вот этого всего и мне кажется здесь шансов нам намного больше у луис альберта и знаю какая это это обязательно защита я думаю это не обязательно это да мне кажется добровольная защита потому что я не знаю как гонзалес мог дойти сейчас боксируется за звание чемпиона мира мне кажется это добровольная защита доши вашингтона доши вашингтона у него была добровольная защита там по контракту с майклом конланом а сейчас это то есть это защита обязательно просто я просто поражаюсь как гонзалес до стикл первых строчек потому что у всех топов он проиграл странно ну посмотрим я говорю луис альберту мне кажется здесь имеет намного больше шансов выиграть за счет мощности за счет серийности гонзалес под как я говорил он контровик и мне кажется луис альберту ему не даст контра атаковать а если будет контратака будет заруба здесь все-таки мощь луис альберту и точность скажет свое слово дмитрий приветствую тебя мы говорим сейчас о вечере бокса где главный бой проведет чемпион мира по версии bf полу легком весе луис альберта лопес против джета гонзалеса анатолий что-то дополнишь дополню одно что гонзалес управлять олик все сказал получил от всех фаворитов то есть топов фаворитов чемпионов не знаю получил и почему бы ему не получить и здесь по классу он ниже лопес мощнее бой делается сто процентов под лопеса защиту подобрали грамотную ему титула чтобы не было как говорится сюрпризов и он должен с таким бойцом показать либо то что было с колоном с коннектоном что это идет у него какой-то прогресс он растет и таких соперников гонзалес он должен проходить уверенно я не говорю там досрочно не досрочно но уверенно так точно и если он с гонзалесом будет мучиться и бой получится такой скажем плавающий то но опять же тогда можно определять какой насколько хорош лопес в том чтобы дальше удерживать титул чемпиона мира и соответственно быть конкурентным с другими другими боксерами в своей своей категории то есть как по мне таляну все четко сказал и я в принципе изначально не вижу такой аж интриги мне кажется просто лопес должен показать класс над гонзалесом если он будет с ним возиться значит у него еще не все так у него хорошо как как он показал ранее и он не есть все-таки такой боксер скажем чемпионского уровня вот наверно дмитрий еще раз тебя приветствую слышишь нас «Добрый вечер» давай 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 два часа Лопес выиграет у Гонсалеса, если все покажет, то что он умеет. Я так не очень его там знаю, но я думаю, что он терморит. Хорошо, давайте подытожим. Все мы понимаем прекрасно, что бой сделан для Лопеса. И Джейд Гонсалес это как раз тот боец, который, скажем так, за небольшие деньги выполнит работу в качестве претендента. Здесь уже другой вопрос. Здесь Толяныч и Анатолий правильно сказали. Здесь уже интересно не каким будет Гонсалес, а как его будет побеждать Лопес. Потому что задача для Лопеса, ну довольно-таки среднего бойца, победить не просто уверенно, а победить там нокаутом, хорошо его бахнуть и желательно в первой половине боя. Потому что начнет возиться, непонятно почему он возится, победит слишком быстро, слабый соперник. То есть здесь нужно выдержать такую коммерческую паузу. В принципе, весь вечер бокса от Боба Арума, если так его анализировать, тот же самый Ксандр Заяц. 16 боев, 16 побед против Робета Валенсуэла. Это тоже бой, скажем так, именно под Зайца. И Робсон Консенсияо тоже бой, скажем так, для, ну, то есть бой сделан для того, чтобы Консенсияо вернулся против проигрыша Шакуру Стивенсону год назад. Ну а в июне мы помним его бой, который был после второго раунда остановлен вследствие столкновения с головами против Николаса Паланка. То есть Боб Арум раскручивает своих фаворитов, ни больше, ни меньше. Вполне коммерческий поединок, где, собственно говоря, Лопес должен победить Гонсалеса, Заяц Валенсуэла, Консенсияо Галинда. И все должны быть довольны. Вот и разобрали мы первый вечер. Теперь переходим... Мы обсудим, Ортис в этом вечере боксирует. Что же то? Интересно, соперник. Кто? Ортис будет боксировать, который Саначенко боксировал. Ортис. Ну, слушай, он будет боксировать против Антонио Моргана. Ну, Жермейн Ортис. Слушай, ну, хорошо, давай, что ты хочешь о нем сказать? Что он будет боксировать против Антонио Моргана? И мне интересно здесь, потому что он проигрывал топом, кому? Он проигрывал Хэнни Педраси, проигрывал этому Барбосу. Барбосу он проигрывал, да, парень. То есть он проигрывал топом и таким хорошим среднякам. И мне интересно, какую нишу... Вот Ортис после Ломаченко не имел боев. То есть это сейчас первый бой после поражения от Василия Ломаченко. И сейчас мне интересно, какую нишу занят Лопес. Как он будет... Ортис, то есть Ортис. Как он будет боксировать? Да, неумелым, но все-таки физически сильным. И если он его выигрывает, то есть он займет нишу. То есть какого хорошего средняка или даже топа после этой победы. Какая она будет, мне интересно. Все-таки фаворит для меня Ортис, но я думаю, будут у него какие-то проблемы. Потому что застой простой был большой. И для возвращения, я думаю, соперник хорош, но не поплатный. Как вы думаете? Я думаю, просто будет ему трудно. Он боксировал. Я смотрел сегодня прямо на его бывших соперников. Практически все были или как он, или меньше. То есть у него не было соперника от таких габаритов. То есть мне интересно. Это первый бой в его карьере, когда он будет боксировать с большим парнем. То есть в этой категории, которая многому умеет гонять в большой антропометрии. И достаточно агрессивно. Я скажу, когда гномик приходит к дракону биться, смотрит на дракона и так, здравствуй, дракон. А-а-а, боись. А тот говорит, да, боюсь. А почему? Первый раз такого большого ебать будет. Слушай, ну, блин. Давай. Я не понимаю твоего восторга. Каким будет Ортис? Слушай, ну не пофиг, каким будет Ортис. Ортис возник на нашем горизонте только из-за боя Сломаченко. В любом другом случае мы бы на него даже не смотрели. Сломаченко, да, он показал себя стойким оловянным солдатиком. Закатил хорошие боище. Явно он не дотягивал в технике. Но функционалки и, скажем так, плотности работы он был красавцем. Что будет в предстоящем поединке? Ну, Антонио Моран, это, знаешь, это чувак, который, вот, его можно характеризовать большой, но бестолковый. Он бьет очень по большой дуге. Вот. Он не умеет быстро работать, в отличие от Ортиса. Ортис переиграет его чисто на скорости. Почему Ортис не боксировал год? Потому что надо понимать, что после каждого поединка у тебя забирается лицензия. И ты можешь ее восстановить только тогда, когда пройдешь медосмотр, сдашь все анализы. И у тебя убедятся, что у тебя нету никаких там запрещенных веществ, что у тебя не сломано челюсть, что у тебя нет повреждений там, или хотя бы предположений, минимальные какие-то там повреждения, которые требуют определенного лечения. Вот. Ортис, ну а во-вторых, куда спешить Ортису? Он, мне кажется, наконец, Ломаченко, он получил определенную известность. И не зря его Бопарума вставляет в, скажем так, телевизионную трансляцию. Вот. И опять же, то есть здесь я не вижу, что Ортис, ну при условии, что Ортис в хорошей форме, если он будет в такой же форме, как Ломаченко, он просто переиграет соперника. Нокаутировать нет, а вот пройти полную дистанцию и уверенно поведеть решением судей, мне кажется, это без проблем. Мне кажется, Юрий, знаете, что мне кажется, его шанс заявить о себе сейчас, что в Ломаченках такая была позиция, не случайно нокаутировать сейчас Антонио. Нет, он не сможет его нокаутировать. А кто такой Ортис? Не знаю. Ортис, хорошо мы говорим. Какой Ортис? Это Ортис, это боксер среднего калибра. И то, что у него получилось хорошо выступить с Ломаченко, мое мнение, в том, что просто Ломаченко мелкий, этот большой молодой парень. Да, он скоростной был, да, он был хорошо готов, но не больше, ну не матом ничего такого, чем он сейчас. Правильно дядя Юра говорит, я тоже считаю, что он его пройдет, должен проходить, разве что, если он его не пройдет, то тогда мы, наверное, вообще больше никогда не услышим. Да, возможно, у него есть перспективы, возможно, у него есть какие-то перспективы в будущем. Но этот Антуан, он должен его проходить уверенно и легко, а дальше, для того, чтобы мы о нем могли говорить, у него должна быть оппозиция соответствующая. Какой-то отборочный, там, может, ему дадут бой за претенденство или там войти в тройку, не знаю, рейтинга. Он должен показать себя, он год не боксировал, ему сейчас дают парни, которого правильно Дядюш сказал, большой, но не бесполковый. Он должен у него выиграть. Если у него получится выиграть нокаутом, вообще будет красавец. Но Ортис пока, ну кроме того, что он побоксировал, Хелениус тоже боксировал, Джошуа, ну и шо? Ну и шо дальше? Ну ничего, так же самое и тут. То, что он продержался 12 раундов, красавчик, ну шо, теперь ему Оскара Зетта дать. Это Ортис пока, он еще для нас слишком еще такой, ну скажем так, это еще боксер, на которого мы не должны тратить много времени, потому что не о чем о нем говорить. Он молодой, сильный, все, но пока, ну как любой молодой спортсмен, он быстрый, понятно, он выносливый, потому что он молодой. Посмотрим, когда он немножко начнет набирать какие-то кондиции, когда он начнет показывать бокс с хорошей оппозицией и дальше, с такими вот, как он. Вот тогда мы будем говорить. Пока он должен проходить, я не вижу тоже тут интрии. Не знаю, где ты Толяныч ее тут нашел. Я не говорю про интригу, я говорю про то, что мне интересно, как он будет выглядеть, потому что для меня человек, который проиграл Ломаченко на А3 раунда меньше, то есть взял, чем Ломаченко, для меня этот человек интересен в дальнейшем. И мне интересно, сейчас как он проведет бой, то есть если выиграет он нокаутом, значит он ворвется, может быть, не в топ, но в крепкие средники ворвется и будет уже на другом уровне. Дмитрий, что вы скажете? Я думаю, что Ортис выиграет по очкам за счет своей скорости. Он, конечно же, непоганый боксер, но в этом он пройдет, я думаю, что по очкам, не нокаутом. Они не сильно там бьющие, у него там нокаутом не сильно немало. Ну да, если говорить о победах нокаутом, то у Морана гораздо больше шансов. У нее все-таки там 29 побед, 20 нокаутом. Они несчастных, по-моему, 8 нокаутом у Ортисов. Здесь Ортису... Стиль бокса. Сейчас, минуту, минуту, минуту. Енох, прошу повторить. Благодарю, плюс-плюс. Вот. Смотри, Ортису важно сейчас вернуть себя публике. Да, безусловно, здесь Толяныч прав. Он сейчас держится, только у него одна известность. Это то, что он показал, получил хорошую, скажем так, прессу за бой с Ломаченко, против Ломаченко. Все. Год не видел. Его уже, если честно, забыли. Это мы только... Вот Толяныч помнит его и Дима. Все. Остальные мне абсолютно наплевать, что он там показал. Память людская, она мне долго не держит. Тем более, что, вот, ну, опять же, для многих, скажем так, все понимали прекрасно, что против Ортиса это бой для Ломаченко. Вот, Ломаченко провел его не очень, но выиграл. И сейчас Ортису важно напомнить о себе. Ему важно пройти полную дистанцию. Будет ли он рисковать против чувака, пускай не суразного, но все-таки такого, блядь, крепенького, блядь, который может махнуть ручкой, не дай бог угадать. Будет он рисковать, Толяныч? Нет. Здесь, мне кажется, он поумнее будет. Мне кажется, здесь нужно его вытягивать. Ну, неправильно. И выиграть. Ну, антропометрия здесь играет свою роль. Посмотрим. Вот мне интересно, посмотрим, что будет. Мне интересно, как это все будет. Ну, ответственно. Мы говорим о поляке, которые интересны. Для меня это интересно, что будет дальше. Безусловно, ты говоришь очень умную фразу. Он чувак умный. Умный в гору не попрет, умный в гору обойдет. Зачем? Ты понимаешь прекрасно, лучше выиграть 9-8 раундов из 10, нежели выиграть 9 раундов и в 10-м упасть, потому что ты выдохся. Поэтому мы увидим, мне кажется, мы не увидим, знаешь, Ортиса, который был с Ломаченко. Мы увидим осторожного, тщательно выбирающего позицию, выбирающего время для атаки. Если Ортис, скажем так, попадет, но опять же, если бы он попадал и развивал атаку, у него бы не 8 нокаутов было. Поэтому полная дистанция... Он должен... Да, 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 Толенович. Он должен провести... Я вас перебил, извините. Он должен провести умный бой. Ему нужно, как вы правильно сказали, напомнить о себе. При этом мало, как говорится, принять на себя урона и максимально показать себя. То есть малой правью взять нужную победу и напомнить о себе. В дальнейшем ему по парам, если он все сделает правильно, конечно, поддаст более интересную оппозицию. На это хотя бы хотелось надеяться, потому что если мы будем говорить про Ортиса с такими соперниками в дальнейшем, ну, я не вижу смысла. Мы можем сказать два слова. Ортис будет боксировать. Хочется, чтобы выиграл или хочется, чтобы проиграл. Потому что кроме пока того, что мы помним по бою с Васей, мы больше не можем его никак оценить. Но мы сами понимаем, что иногда боксер, выходя на такой поединок, может выдать все, что он может. И плюс тот, кто с ним вышел, ну, по разным причинам не показал то, что должен был показать. Мы всегда должны помнить, что Ортис был намного мощнее. И мы не раз говорили, и будем говорить, что с Васей происходит после этого. Все более крупные боксеры приносят ему много неудобств. А чем он становится старше, он еще и начинает больше пропускать, брать больше паузы, потому что он уже не в той кондиции, в которой он был в пиковой форме. В пиковой форме, я думаю, с Ортисом бы разобрался достаточно быстро и легко, потому что он бы успевал намного делать быстрее. Хотя это не умевает, что Ортис красавчик был. Он действительно показал классный бой. И сейчас его надо просто, вот это, как говорится, закрепить в этом бою. И это надо сделать грамотно на протяжении, скорее всего. Ну, разве что, как вы правильно говорите, попадет и добьет. Но он этого почему-то нечасто делает, поэтому, скорее всего, я думаю, что вся диск. Я предлагаю, как бы, закончить пожелаемому Ортису новых сексуальных впечатлений в поединке с Мораном. И удачного окончания процесса. Итак, переносимся дальше. И у нас ивент от Оскара Деллахоя, где главный поединок проведут Вильям Сепеда и Марситта Геста. И, собственно говоря, там больше особо ничего такого нету. По крайней мере, особо я и не вижу, чтобы восторгаться. Только это поздно. Что такое? Почему молчим? Не вызывайте гесты, что ли? Дмитрий, что жду, что я говорю, да? Не, знаете, как говорится, либо ничего плохого, как говорили, либо молча, либо не еще, как говорится. Ну, почему? Геста не такой, неплохой раньше был боксером, таким был. Он таким, я бы сказал, что проверочным был для топов боксером. Он хорошо держит. Вот последний бой выиграл у Диаса, бывшего чемпиона мира. Хотя тот Диас, если кто видел этот бой, это был как будто Диас после химиотерапии. Какой-то запухший, заплывший, а Сипеда для меня топовый боксер. Я считаю, что он очень опасен для любого в этом категории. Я не говорю, что он может выиграть любого, но он опасен. Он агрессивен, он сильно бьет. Он с тем же Диасом боксировал раньше, чем Геста, этот левша филиппинец. А я не знаю, как Диас выдержал. Помните этот бой? Был очень классный. Все мы его обсуждали. Помните, какое избиение получил Диас. Вообще в карьере Сипеда, мне, к сожалению, кажется, Оскар Далахоя или придурок, или притворяется, или нет денег. Из трех одно. У него мало топовый боксеров, кого он побил. Давай посчитаем Геста, Альварадо и кого он еще выиграл. Альварадо сейчас, кстати, проиграл в Запоребрике, боксировал на прошлой неделе. И кого он еще? Арбуэлла? Арбуэлла был еще такой, есть еще такой. Вот его еще выиграл. Я не могу вспомнить таких топовых боксеров, кого выиграл в Сипеда. Хотя он очень хороший боксер. Слушай, Геста, мне кажется, скажем так, на спаде. Джозеф Диас на спаде. Геста, да. Геста, да. Геста на спаде, знаете, откуда, мне кажется. Вот он, хоть он выиграл Диаса последний, но еще раз повторюсь, кто видит этот бой. Там Диас как будто был после химиотерапии, вообще опухший такой, заплывший. Вот он боксировал с этим мексиканцем простым, даже не средняком. И проиграл ему по очкам. Дай не вспомнить. Ты имеешь в виду Порхе Линарес, либо Антонио Родригес? Не, не, не. Родригес, о, Родригес. Нет, он проиграл ему нокаутом в девятом раунде. Антонио Родригес, да. Это даже не простой мексиканец, простой мексиканец, носорог, который не имеет никаких скрытых фишек, ничего. И просто довел, если вот этот бой посмотреть, он просто филиппинца довел до того, что он полную функционалку, его завел в глубокие воды и там добил. И даже Гестаса со своим бэкграундом, то есть со своим стажем работы в боксе, боксировая, не мог понять, что хочет с ним сделать. Он должен был понять, должен был где-то сфорсировать. Но он так пассивно вел борьбу, то есть этот бокс, что у Родригеса получилось завести его, когда он уже был практически мертвым, и добить его. И здесь, мне кажется, опять же ошибка Оскара Далахоя. Завтра мы будем говорить о промоутерах. Это не знаю, зачем он держит в теплой ванне сипеда, когда сипеда, по мне, очень агрессивен, очень сильный, очень мастеровитый боксер, которому нужно давать конкуренцию больше, а не давать... Для меня Геста – это сбитый летчик. Сипеда должен его выигрывать досрочно до экватора, если так взять. Если сипеда будет в хорошей форме. Ярослав, привет! Всем привет! Ярослав, привет! Мы уже поговорили о поединках Луиса Альберта Лопеса, который будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF против Джета Гонсалеса. Чуть ли не подрались, обсуждая поединок Жермейна Ортиса против Антонио Марана. Согласились с тем, что Александр Заяц должен побеждать Роберто Виленсуэлла, а Робсон Консенсиалу, возвращаясь, должен победить Умберто Галинда. И сейчас все наши копии находятся в том, что мы ломаем их, обсуждая поединок тень вечер бокса Оскара Далахои, где главный поединок проведут Вильям Сепеда против Мерси Тагеста. Да, слушай, ты что-то про предыдущий ивент, который мы обсуждали, Сепеда, можешь сказать? Либо подожди, сейчас у нас Анатолий выскажет свое мнение. Анатолий? Я слышал очень классную фразу, что Сепеда, классный боксер, да, действительно, да, да, меня слышно? Да, теперь тебя слышно, да. У меня к тебе просьба. Друзья Тагеста Лянович правильно сказал хорошую фразу, что Сепеда, хороший боксер, и да легко его держит. Что-что, а еще раз не услышал. Не говори очень быстро. Я не услышал, что вы сказали. Я говорю, что Тагеста Лянович сказал, что Сепеда действительно хороший боксер. Соглашусь, он здорово обучен, левша, умеет боксировать, и почему его Далахоя держит в теплой ванне? А теперь вопрос у меня. Это весовая категория 61 килограмм, правильно? Да, легкий вес. А с кем бы, допустим, из тех, кто сейчас 61, Сепеда бы, на твой взгляд, мог бы здорово конкурировать? Или кого-то бы пройти? Я не знаю, но конкурировать с людьми, но пройти не знаю. Это нужно абсолютно... Наверное, то же самое и знает Оскар Далахой, что кроме конкуренции он ничего не составит, а потерять в графе ноль раньше времени не хочется. Плюс продать можно дороже, и, наверное, может какой-то 61 сейчас опять перейдет передел, и, возможно, что-то интересное появится на горизонте. Ну, я так думаю, это мои мысли вслух, для какого-то хорошего, как минимум, если не боя за титул, то денежного боя, или боя за титул, за который еще можно заработать неплохо денег. Для себя, в первую очередь, любимого, ну, а потом и для Сепеда. Потому что Сепеда, да, я согласен, хороший, но сможет ли он, ну, то есть, вот ему надо уже, он уже дошел до того уровня, когда он уже должен боксировать за претендентство, для того, чтобы получить право спаривать титул чемпиона мира. Либо с кем-то из претендентов, кто там идет по срочке в рейтингах, либо получить шанс побоксировать за звание чемпиона мира. Ему дает вот этого Гуэста. Понятно, для чего? Для того, чтобы он не ржавел, для того, чтобы он опять провел, надо провести какой-то вечер. Сепеду выяснили, что он должен его проходить, и согласен с тобой, до экватора, но это пока что все, что Делахоя может не то, чтобы дать, где его реализовать. Потому что, если он Сепеду выпустит, там, для Подшакура, там, не знаю, под, кого там, Камбососа, того же, мы не знаем. Можно свести с Ломаченко, можно там... А Камбососу, ну, ты понимаешь, что Камбососу он-то не интересен? Вообще конкретно, если с Питбулем его свести. А Камбососу и Питбуллю он не интересен, потому что за него не дадут денег. Питбулль уже вышел на уровень, где он хочет заработать миллион, два, если получится. Вот эта выскочка, которая просто из-за какой-то одного шанса в жизни, такие гонорары подняли. Все знают, а вот и Сепеду нет. Я с тобой согласен, Толяныч, но так совпали звезды, что Камбосос был абсолютом. И сейчас у Камбососа другая ситуация. Если мы чуть отойдем в сторону, то сейчас у него брачная ночь, скорее всего, будет с Васей. Потому что Вася на Шакура не идет, потому что будет брачная ночь у Шакура с Васей, мы это понимаем. А вариант с Камбососом в хорошем плане того, что... Сепеду с Васей свести для свободного пояса, кто освободит. И у Сепеды есть шансы выиграть у Васи. У Сепеды нету бойца, который в топ-3, в топ-5 он победил, если я не ошибаюсь, который сейчас по рейтингу. Поэтому как Сепеде могут дать, как Вася может с ним боксировать за выход, за то, чтобы оспаривать титул чемпиона мира. Поэтому Сепеда хорошая, но хорошая. Какую титул несете, если честно, блядь? Вот реально, блядь. Почему? Ну, а сейчас вот, как бы, блядь, я хочу послушать Ярославу, блядь. Но я вам просто хочу сказать, блядь. Оскар Далахоя, блядь. Причем здесь Бобу Аруму, блядь. Оскар Далахоя. Ну, это уже... Сепеда, блядь, это боец Оскара Далахоя. Нахрен Бобу Аруму, блядь, бойцы Оскара Далахоя, блядь. Когда он, блядь, может вертеть, блядь, своими бойцами, блядь, зарабатывая, никому не отстегивая. Вот вы здесь развели, блядь, Васи. Нужен Васе, не нужен Васе. Идет Вася нахрен, блядь. Вася, это шакал, который сейчас будет, блядь, обжирать аж медки, блядь. Со стола Хейми, со стола Дэвиса и все, блядь. И Вася пусть дерется, блядь, с Камбососом, блядь. Он может драться хоть с Ридькой, чем, блядь, на Красной площади, блядь. Это, блядь, Вася может делать все, что угодно. У нас Сепеда. Я сразу сказал, что Сепеда вообще, даже если бы гипотетически можно было это сделать, оно нахуй никому не нужно, извините за выражение. Просто оно не выгодно ни Бабару, ни... Давайте дадим слово Ярославу, он терпеливо ждет. Ярослав, привет. Всем привет. В свободном фрилансе, на свободной волне, давай, начинай, с чего хочешь. Как по мне, на самом деле, Ускар Далху, я самый крутой промоузер, который есть сейчас. Потому что сейчас он делает бои, которые, может быть, не хотят смотреть, но которые дают деньги. Это самое главное. Сейчас это реально. Поэтому Сепеда, он выбирает дорогу, ту, которую не самая страшная, но та, которую дают деньги. Сейчас Сепеда идет по версии Геста. Что такое Геста? Геста, который дал конкурентный бой Хорхель Нарасу, который боксировал в шоу Ускара Даллахуя, который победил Диаса. Ну, Даллахуя сколько мог с Диаса, сколько и выжил. Ну, на самом деле, больше из него выжить нельзя. Поэтому сейчас Сепеда... Ну, в принципе, он боксер неплохой, он мексиканец, он большой в этой категории, у него рост, рич очень большие, как бы он, но он крупный. И поэтому Даллахуя всячески его ведет по версии, ну, в данном случае, правильной для него. Поэтому сейчас соперник Геста для него, это как ступенька самая минимальная. Она не страшная, потому что Геста не владеет нокаутирующим ударом. Она не техничная, потому что Геста не Жакур Стивенса, он не сможет перебоксировать в какой-то степени никаким образом того же Вильяма Сепеду. То есть это просто шаг, и самая паралекционная, он минимальный. То есть Даллахуя делает самые глобальные, ну, самые такие минимальные шаги. То есть это было, как я уже писал в промоушене, это было с Деревянченко, это было с Канело, это было с Рамиросом, пока он не связался с Биволом. То есть это все минимальные шаги к такому, допустим, псевдовеличию, как по мне. Вот. Деньги идут, идут поединки, то есть идет рейтинг, соперники не застают, то есть у них есть поединки, они расплоды боксируют, все отлично, все окей. То есть в данном случае Сипеда просто попал в линию Оскара Даллахуи, который просто ему намаксимализировал линию, которая ему максимально удобна, ему дает деньги, и скорее всего ему дает титулы. То есть он не впаливается там в перепалке Шакуром Стивенсом. Кто сейчас будет делать Шакуром Стивенсом? Неизвестно, что он даже в этой категории не чемпион мира, а заметите. То есть неизвестно, что будет делать Шакур Стивенсом. Неизвестно, что будет делать Хэнни. Будь защиты, не будет. То есть вывели мастер-педы, четкий путь. Ему не нужно каких-то там непонятных защит. У него ровная дорога. Согласитесь? То есть сейчас есть, допустим, есть... Единственная ремарочка, ремарочка, то есть у него ровная дорога, понимаешь, ровная. Да. Ну, то есть, как ее делает Деллахой? Он всегда делает ровные дороги. Заметьте, это было с Канело, это было с Рамира... Причем не только в боксе, но и на зеркале. Да. Помните бой реально того же Гарсии. Он реально же никакой боксер. Но Деллахойя сделал путь реально крутой. Он Гарсию вывел на режимонта Дэвиса. И там давали Дэвису шансы. Реально. Там же не было все однозначно. Толя, если не Толя, Анатолий, ты вспомнишь, ты же давал шансы Гарсии. Поэтому Деллахойя, так же, как злой гений, он дает шансы нам Сипиде. Ну, Сипиде, конечно, в данном случае, как по мне, более крутой и сложный боксер, он ему дает более крутой путь. Он не валивает шансы, как туда-туда-сюда. Он просто дает ему просто прекрасное, просто, ну, как бы, такое, ну, скажем, дорогу, которая его приведет к чемпионству. Поэтому, я думаю, что Деллахойя, один из лучших промоутеров. Здесь мисс-матч. У Геста нету удара. У Геста нету функционалки, которая бы... Ну, Геста неплохо боксировал с Ленаресом, но до девятого раунда он не функционален. Он может, допустим, Ленареса там, ну, в смысле, того же Вильяма Сипеду по трипад там удать левым перекрестным. Раз, два, он почувствует эти удары где-то. Тем не менее, он его не выиграет. Надо четко понимать, что Сипеда тобой возьмет и возьмет, наверное, скорее всего, восемь-четыре или девять-три. Если что, подстрахует. То есть, он не может проиграть, допустим, глобально. И как бы мы тут ни крутили, там есть шанс или нет, то у Сипеда прям ровная дорога к тому супер-поединку, которому не получит Ломаченко. Однозначно. Или не получит, допустим, может даже тот боксер, который мы видели, который дрался, напомните мне, Джон Т. Дэвисом, не Оскар Баллес, а как Райан Гарсия? Мексика. Писак Круз. Нет, не Райан Гарсия. Нет, Писак Круз, да. Вот у Вильяма Гарсия получит самые сливки. Вильяма Гарсия получит самые сливки. Проиграет? Да, проиграет. Не проиграет, ну, значит, станет чемпионом мира. Оскар Дагахуя сделает все то, на что Вильям Сипеда заслуживает, ну, как бы, как пути идет. Реально прекрасная карьера, прекрасный путь, прекрасная, ну, допустим, точка, как по мне. Поэтому, если как брать составляющие спорта, у Геста нет шанса выиграть этот поединок, ни в спортивном составляющем, ни в финансовом. А у Сипеда очень крутой путь, и он заработает деньги больше, чем у Зелина Маченко. У меня все. Я, я подытожу все, что сказал Ярослав. Оскар Дагахуя спрашивает, что вы, как вы охарактеризуете Сипеду? Боксирует, как человек будущего. Выглядит, как человек будущего. Ну, у меня человек без будущего. Чему гехту победить? Как тебе высморка совметь? А дальше, а дальше проблемы. Я его взял и свел взорву с певисом, а он дурочек взял и согласился. Смотри, ты прав во всем, кроме одного, что Оскар Далахоя не лучший промоутер, да, он просто действует из того бюджета, который платит ему Дозон. Давай, в общем, как бы, ну, согласимся, что Оскар Далахоя нету. Лучше он промоутер, я не думаю, потому что Оскар Далахоя это всего лишь лицо. Уже, мне, не такое приятное, как у золотого мальчика, мне, но слегка подубитый алкоголем, мне, мать, кокаином, мать и прочими мать, 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 женщинами там нетяжелого поведения. За Оскара Далахоя, я сейчас точно не скажу, кто там у него директор, да, который решает все вопросы, но он, он стал известным благодаря Ричарду Шефару. Потом, когда они там не сошлись в деньгах, Шефар, мать, ушел, к сожалению, без имидж, то есть, без лица Оскара Далахоя Шефара Ума оказалось недостаточно. Вот, кто там работает у Далахоя, точно не могу сказать, но из-за ситуации у кого это? Вот, той ситуации, которая сложилась, мы должны прекрасно понимать, что где-то, это вообще никто, зовут его никак, в рейтингах он вообще не котируется, а план-то перед Дозон выполнять надо, поединки-то проводить надо, и Оскар Далахоя собирает вполне неплохой плотненький ивентик, Сепэду ставит во главе, дает ему известного парня, который, да, может делать конкурентный бой в первой половине, а дальше Сепэда его должен просто стирать, если не нокаутировать, то просто вести бой играючий, победить единодушным решением судей, и все, потому что другой ситуации нет, если мы сейчас взглянем в рейтинг легкого веса, то банкует Шакур Стивенсон, Джергон Тадевис делает, что хочет, в данном случае будет, что хочет делать с Исааком Крусом, Василий Ломаченко с Камбососом, блядь, там, IBF, IBF, точнее, Вася здесь вообще, блядь, красавчик, блядь, что называется, уж сидела-сидела, да высидела, блядь, вот, и у нее есть все шансы стать чемпионом, блядь, и фотографироваться, блядь, месяц редко, чем на Красной площади, блядь, вот, либо, блядь, это вот, к 7 ноября, блядь, взять красный флаг, блядь, нацепить на красный флаг, блядь, титул чемпиона мира по версии IBF и устроить, блядь, великую октябрскую, блядь, демонстрацию. Вот и все. То есть, в данной ситуации, блядь, ивент Оскара Далахоя, нужно сказать, я соглашусь, Ярослав, в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний момент в легком весе, Оскар Далахоя выжимает максимум. Просто лимон уже, скажем так, не настолько сочный, чтобы из этого выжатого лимонного сока сделать лимонад и продать его и заработать денег. Дмитрий, что вы скажете? Ну, я думаю, что Вильям Сепеда справится легко с Гестою. Он функциональный, он разберется с Гестою, потому что Гесто не бьющий боксер, у него шансов, я думаю, вообще не будет против Вильяма Сепеды. А на счет того, что Вильям Сепеда будет чемпионом или не будет, мне кажется, если будет бояться против Жервонда Девиаса или против Шакура, у него тоже шансов на победу нет. А что же вы так Ломаченко списали? Он же еще может... не, я не Ломаченко скажу, я скажу, что Сепеда переможе. Кого? Он переможе Гесту, а програя Шакуру и из Гермонти. иди на убой. Терять для Шакура. И тут могу Вася сказать, слушай, для меня аж важно не титулы, для меня важно наследие. Наследие. Наследие это однозначно не комбосос, это однозначно, скорее всего, это Мартин или Шакур, но Шакуром он не будет драться, но он все понимает. Ну, плюс, на самом деле, вы знаете, мне кажется, хоть то, что Вася хоть реально адекватен понимает, что с Шакуром и с Мартином мы не стоим. Ярослав, пойми одну такую вещь, Боб Арум уже разложил все яйца по всем корзинкам. Поймите. Чтобы все пояса были дома. Поймите, Вася может лишь только сказать, я согласен боксировать, либо я не согласен. Мнение Вася интересует Боб Арума только в этом случае. Ну, опять же, смотри, Юрий, он же не боксирует уже ни с Шакуром, ни с Мартином. Он выбирает самое слабое звено. Он понимает, что Камбус все... Потому что, смотри, Бобу Аруму принадлежит Вася, Бобу Аруму принадлежит Шакур. Зачем? На Васе еще можно денег чуть-чуть поднять. Шакуром сейчас Вася не интересен. А Вася чемпион мира против Шакура WBC интересно. А еще можно Вася взять и запустить против того же Мартина. То есть, Боб Аруму получает сразу Боб Девин Хейни у него на контракте. Шакур Стивенсон у него на контракте, Вася на контракте. И я уверен, что Мартина британца Боб Аруму представляет в Америке. Своей конюшкой. То есть, Боб Аруму сделал очень классный решет. Все у Боб Аруму. Кроме Джей Вонто Девиса все у Боб Аруму. Только Джей Вонто Девис на BBC. Не, но и Премьер в BBC. Поэтому ситуация такая, что Боб Арум сделал себе хороший решет. Он по-прежнему может быть что-то он не афиширует, но он сидит и дергает за ниточки медь и руководит. Потому что Вася реально может победить Камбососа. Ну просто реально. Потому что Камбососа это здоровый чувак и не знаю что должно случиться чтобы Вася вышел медь без Вася может победить Мартина в принципе. Если он придет Камбососа я не думаю если Шакур отказался от боя с Шакуром я не думаю что он согласится через победу Васи на этом. Мартин отказался драться на Боб Арум. Он говорит что здесь все построено. Слушай ну мы прекрасно понимаем что Мартин просто спетлял на глупой причине все построено. Шакур шел за Хейни однозначно. Шакур шел за Хейни Хейни просто в эту категорию потому что как по мне реально получить от того же прогресса один удар и упасть проще как по мне чем деклассацию от Шакур Шакур не прогресса прогресса мы об этом еще будем говорить я тоже думаю прогресса сделает мы уже стали обрезать параном Хейни красавец конечно то что когда нужно было тогда и на пятки дал ну правильно я предлагаю прекратить этот обзор потому что здесь уже после нашего разбора люди должны просто даже которые не знают ни СП ни Гесту сказать слушай надо посмотреть этот бой охренезный охренезный окей а теперь я предлагаю всем нам помолчать поскольку наступило время японцев японцев единственный человек который имеет полное право об этом говорить это Талянович Кенширо Тераджи и Кенширо Тераджи манера бокса плюс очень большая мощь для этой категории 49 килограмм очень большая мощь в правой руке работает очень хорошо на ногах посмотрите внимательно на его ноги все говорили всегда хвалили вот мы сейчас говорим про Ломаченко как там срезают углы посмотрите на Тераджи как он это делает ювелирно батлер помните Юрий мы его хвалили когда он тогда выиграл Диаса на один раунд больше его характер его лицо его лицо какого-то не покрожа ни на боксера ни на школьника какого-то ботаника или если а после боя он начинает походить на какого-то вот когда он его снимает подожди подожди Диаса или Сото Сото это блондин Кенширо Сото когда он боксировал он похож на Диаса оба мексиканцев я постоянно их путал Диаса и Сото они к чем-то похожи просто один меньше другой больше Сото мощный был такой это самое и он выиграл и вот проигрывал практически до экватора потом взял себя в руки и вырвал бой практически на последних этих самых ресурсах и мы тогда его хвалили Батлера какой он молодец это Батлер это южноафриканец это как ни странно он не негр он белый он из этих буров голландцев которые пришли очень характерный умелый боксер умеет боксировать тактики тем что он когда отступает бьет на защите когда отступает он бьет но здесь Тираджи знаете Тираджи плюс его все таланты его ведут замечательно за ним или сидит Кудза или я не знаю вот у него был соперник также японец и он проиграл ему в 10 раунде досрочно Ябани Ябуки Ябучи Ябучи Ябани Ябучи да Ябучи и он проигрывает ему в 10 раунде досрочно сразу же делается реванш он выиграет уже Тираджи выигрывает его в 3 раунде нокаутил глухо и после этого сразу же дается ему чемпион он выигрывает звание чемпиона мира и боксирует с Ябучи за 2 пояса Ябучи был чемпионом по WBA если я не ошибаюсь и он по WBC и вот они боксируют сразу же за 2 пояса вот такая вот зрет такой карьеры сразу же ну да там может быть мало людей такого уровня да ну как-то странно после нокаута сразу дают реванш он выигрывает в 3 раунде потом сразу за пояс потом сразу за Объединиловку и сейчас ему дают Баттлера который также был чемпионом мира что связывает с Баттлером то что Баттлер проигрывал Тягучи они оба дрались Тягучи Ченшеру выиграл его а Баттлер ему проигрывал то есть вот и все что их связывает здесь будет интересно Баттлер Баттлер выиграл у Тягучи Баттлер проиграл макаутом у Тягучи да неужели вот я смотрю в мае 2018 года Риочи Тягучи бой за IBF и ВБА в Лайт флавает Баттлер побеждает его в 12 раундах 114 113 на карте всех трех судей не знаю я помню может быть ошибаюсь Кягучи знаю что они оба с ним боксировали Хирота Куа Гучи Куа Гучи да ну мне японские имена эти вот Куа Гучи который который был чемпионом WBA кто был Куа Гучи да он проиграл ему нокаут в пятом раунде а Куа Гучи этого выиграл Кенширо седьмым нокаутом в пятом поставил его в нокдаун я помню в пятом или четвертом не помню уже точно потом в седьмом нокаутировал так брутально он аж упал на ринг на ханат и потом сполз то есть вот это их связывает то есть я думаю Кенширо Тираджи должен здесь справляться с ним но я не думаю что будет легко потому что все таки Тираджи вот что странно у него отрицательный рич у него маленькие руки это как помните этот разговор маленький маленький человек с маленькими руками когда мы смеялись вот такой Гучи преступник был маленького роста с маленькими руками вот так и вот Кенширо Тираджи но при этом он он боксирует на джебе и за счет своих ног передвижения тайминга он всегда попадает и правая рука у него просто очень сильно для этого веса очень сильно бьет и а Батлер он же мы знаем что Сота как он боксирует как он терпеливо он терпит но он терпит до поры до времени он иногда зарывается и идет в рубку и здесь если он пойдет это будет очень большая ошибка он может упасть в нокаут то есть я даю шанс на хороший бой но я не верю что южноафриканец сможет выиграть ни по очкам ни нокаутом не сможет выиграть Гуччи все шансы если Батлер пойдет в рубку упасть Гуччи может его нокаутировать справа слушай столько такая такая тирада вместо того чтобы сказать Батлер на сегодняшний момент никакущий его первое он не проигрывал Юрий он не проигрывал сейчас в последнее время после СОЛ после этого он всех выиграл как бы я не знаю какой он никакущий я думаю он нормальный должен быть слушай Элвин Сота Элвин Сота ну я понимаю что Элвин Сота похож на Диаса но это не Диас вот давай вспомним мы когда разбирали этот поединок мы не говорили что Батлер красавец мы все говорили что Сота постоянно был хуже Сота проебал из-за выражения бой из-за своей функционалки он в конце просто сдал в конце просто сдал Батлер сфорсировал события и выиграл а так он просто оторвал бой он и был интересен потому что бой был практически равный и в конце просто Батлер вырвал победу этим самым как бы мы тогда его заметили мы его знали но заметили именно по этому бою что говорили что вот как он вырвал победу то есть это бой такой был с тем что он вырвал на характере что характерный парень что не оставил что половину боя проигрывал и в конце вырвал победу на одну очко больше мы про это тогда говорили про Батлера. Ну, и я вообще, я вот реально, я не понимаю, мы ломаем копия там, ну, не ломаем копия, мы очень много времени удержаем бою, понимая, что бой создан под Киншира Тираджи, что Батлер, это хороший боец, он может дать конкурентный бой, но в конечном итоге, Батлер, ну, как бы, может пропустить, ну, Батлер не сможет снести японцев, ну, не может, и обыграть его не может. Нет, на скорости больше скорости много будет, как бы. Ну, конечно, я рад. Я вот просто хотел поинтересоваться, скажите, много бойцов, которые приезжают в Японию к местным звездам, выигрывают? Где такие, бля, я могу. Ну, последнее время, хотя бы за год, может, какие-то яркие, ноутриальные звезды. А? Нет, ты задаешь очень классные вопросы, да? Я потому его и задаю, потому что я давно вот сижу и думаю, какой нахрен, блин, Батлер, какой там, кто там, кого хочешь обсуждать. Это бои делаются в их стране, под их местных звезд, зарабатываются сумасшедшие деньги, приезжают гастролеры с именами. Вот как футболисты едут в Саудовскую Аравию сейчас играть, зарабатывают сумасшедшие деньги, им насрать, что там, чемпионат слабее. И они ему сейчас там сделают классно. Так же самое эти, приезжают в Японию, в своих странах они уже, может, такие деньги не увидят или в Америке мне заплатят. А в Японии они имеют имена и местные звезды, их туда привозят. Да, они могут дать конкуренцию, да, они могут дать бой, но, как правильно сказал Ярослав, если надо, их вытяну. Вот и все, про что мы говорим? О Геннадий Головкин, подожди. Ну, Геннадий Головкин... Я что, Геннадий Головкин? Геннадий Головкин до того, как нокаутировал, то особо бой-то сильно и не выигрывал. Ну, так если бы был 12 раундов, не факт, что он бы получил победу. Ну, он не был андердогом, он же был фаворитом крутым, ну, не знаю, но... Ну, хорошо, пускай будет, но Геннадий Головкин это заехала звезда другого масштаба. Ну, мы берем конкретно... Мы говорили, что он... Ну, ладно, ладно. Нет, смотри, я спросил за Головкин. Говорит Анатолий, да, сколько бойцов приезжает, да? Ребят, это в Вежбе, где... Мы такие сумки с базара носят, сколько они весят. Вот так. Там помидоры. Там конкуренция, да, там очень много. Боксеров, но из них классных боксеров очень мало. Мало очень. А чемпионского уровня, блядь, они даже чемпионами не выглядят, блядь, в большинстве бойцов. Поэтому здесь вот нашли... Кого нашли, блядь? Ну, человека с именем, занимают первую строчку рейтинга. Ну, Бадлер, ну, южноафриканец. Мы говорили, что южноафриканцы – это парни выносливые, которые могут работать на полной дистанции, работать очень плотно, блядь. У которых техника, ну, не очень хорошая. У Бабблер еще нет хорошего одиночного удара, но он есть у японцев. Бой может пройти... То есть Бабблер может упасть в третьем, в пятом, восьмом, в десятом раунде. Но он пройдет полную дистанцию. Потому что, в отличие от многих идиотов, блядь, Бабблер, блядь, умный чувак. Он будет петлять, он будет отходить, он будет... Если надо, спойлеровать, блядь. Ну, он, блядь, проиграет бой, блядь, не получив какой-либо там сильной травматики. Вот и для этого, собственно говоря, его и приглашают. Японцы, японцы не платят деньги. Этими знаменит, что он бьет в отходе. Этими знаменит, что он хорошо уходит на ногах и делает стопинг, стопингом, чтобы остановить. Поэтому, да, я согласен, может пройти вся дистанция. Может пройти. Но я надеюсь, что Тираджи выиграет досрочно. И Джунта на катании против Арги Кортеса. Это вообще какой-то топ. Просто Кортеса там... Реально, мы его ждали. Мы его ждали. Оляныч, мы именно Кортеса ждали всю жизнь, чтобы видеть, как он боксирует, блядь. И Хираджи на катании в Японии. Ну, ёлки-палки. Подождите, но Кортеса... Он боксировался с Традою. И всю дистанцию провел с Традою. Сейчас просто посмотрим на катании. После того, как, извините за выражение, отпиздил Малони и в конце кончил его. Посмотрим, как он будет. Мне кажется, сейчас, если он досрочно выигрывает Кортеса, Эстрада не смог выиграть, он займет в этой категории место звезды Эстрады. Слушай, я тебе благодарен, что ты сказал, что он кончил огонь и кончил на него. И хорошая фраза была. Он займет место звезды Эстрады. Ему надо микрофон, гитару, и он погнал. Я понял, я просто говорю, что оно так звучало интересно. Я потому что так подымал. С юмором то лягуешь без каких-либо. Кортес, он неплохой. Он агрессивный. Мне кажется, для джунта на катании он будет лучше проверкой, чем Малони. Малони такой хлипкий. А Кортес, он именно такой агрессивный. Боксирует, как Мексиканин. Постоянно стоит. Джунта на катании это дистанционник. Ближняя-дальняя дистанция. То есть дальняя-средняя. На средней он хорошо бьет апперкоты. Бьет правый. Отлично. Очень хорош на ногах. Комбинационный. Но Кортес это другой стиль. Это всегда интересно, когда стиль прессинга против игровика. Игровика с ударом на катании. В лице на катании. И прессингующего Кортеса тоже с неплохим ударом и с хорошей держалкой. Вот это будет интересно. Этот бой, мне кажется, даже больше интереснее, чем тот же Кеншера Тираджи. Ну, смотря как. Оба интересные бои. Мне кажется, эти бои, стоит наше внимание их посмотреть. Здесь два стиля. Всегда, когда два стиля, всегда интересный бой. Дмитрий, а что вы сказали? Что вы сказали? Никто ничего не хочет уже говорить. Просто прикол в том, что кто в этой весовой категории на сегодняшний день звезды, Таган? Ну, именно самые сильные боксеры. Кто в этой категории, где Тираджи и где на катании? Тираджи и где Тираджи и где Тираджи, где Тираджи и где на катании? Вот интересно, бои, которые действительно могут дать какие-то ответы, и именно действительно где мы увидеть можем что-то классное, это бои между ними. Все, кого к ним привозят, это в принципе, как ты говоришь, хорошие средниковые бои, но заведомо в принципе с понятным результатом. То есть это не говорит о том, что не надо смотреть, но тут мы не можем, понимаешь, мы просто вытягиваем интригу там, где ее в принципе нету. То есть мы заранее понимаем, что и тот, и тот обязан выиграть. Если они проиграют, ну тогда они полные идиоты, им тогда нечего ловить дальше в плане каких-то чемпионских амбиций. Потому что они таких ребят должны проходить, у них должна быть цель, это эстрада, это вот Джесси Родригес и далее, далее, тому подобное. Тогда эти бои могут показать реальную силу этих японских боксеров, ну и, соответственно, конкуренцию их. Все остальное, вот эти претенденты, эти какие-то там супер рейтинговые бои с именами, откуда бы они ни были, это боксеры, которые везутся в Японию для конкретной цели, чтобы их бойцы победили. И они тем самым заработали хорошие деньги, так как как ни крути, без денег никуда. Особенно в профи-боксе. Поэтому, ну это мое субъективное мнение, я так это вижу. Ребят, на сегодняшний момент, какие имеют смысл бои? Это бои между японцами в Японии, либо между американцами и японцами в Америке. В Японии это путь самурая, где в конце концов кто-то совершает цепуха, проигравший. А в Америке много говорят о Пелл-Харборе, вот, и заканчивают боксом. Кортес занимает шестое место рейтинга WBO. Это добровольная защита. Понятное дело, все сделано для того, что нету больших поединков, невозможно заработать большие деньги. Давайте заработаем маленькие деньги, проведя добровольную защиту, против неплохого бойца, но явно ниже уровня. Может, Кортес подготовиться? Может. В свое время Кортес, блядь, приехал, блядь, в Мексику, блядь, и покорил империю инков. Может повториться такая история в Японии? Ни хрена, блядь, потому что инков в Японии нет. И никто одеялся. Кортес может победить японцев только в одном случае, блядь, если он привезет кучу одеял, зараженных оспой. Но, с другой стороны, японцы, блядь, могут, в общем, быстро победить эту эпидемию оспы. Вместе с Кортесом. Вместе с Кортесом. Поэтому интересный бой будет. Все зависит, опять же, то есть бой может быть скучным, потому что Кортес будет бросаться вперед, японец примет все на защиту, ударит из-под защиты, и все закончится. Может быть, интересный, я здесь, безусловно, здесь все зависит от Кортеса, насколько, в общем, он, скажем так, будет готов. Потому что Джунта на катании, ну, нам знаком. Этот боец терпеливый, у него очень хороший тайминг, он прекрасно знает, что ему делать, он умеет боксировать от соперника, и подстраиваться, и потом потихонечку подавливать, 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 и заставлять соперника, в конце концов, начинать пятиться, медь, и отбиваться, медь. То есть, не переходить к разумным атакам, а действовать уже, закрывать ситуацию. Вот, собственно говоря, все. Будет бой интересный? Будет. Будем мы его смотреть? Хрен, вы его не будете смотреть, вы его посмотрите, медь, на телеграм-канале, медь, Зериншоу. Это я буду страдать, медь. Или, блядь, получать кайф, сначала первых. Ну, в любом случае, в понедельник мы с вами встретимся, и обсудим результаты поединка, посмотрим, насколько, в общем, наша намудренная кровота окажется реальной, в общем, действенной, и тогда уже, в общем, разберемся. Завтра... Если можно добавить? Да, конечно. Если можно добавить? Мы любим разницу стилей, заметьте. Вот, допустим, наое иное вырвался из этой категории, и он пошел просто лупить всех тех, которых мы считали самыми главными гавалитами. Это был Иноэ, это был Нанита Даней, то есть он просто их просто, вопреки всем, он прошел просто катком. Поэтому вот сейчас, мне интересно, в этой категории, это разница стилей Сани Эдвардса и Джессера Триес, заметьте. Ну, это прям вообще, да, это просто, если здесь будет какой-то крутой японец, то есть, типа, а-ля, ну, то есть, науэй, но это будет реально, то есть, что-то новое. Но пока такого нету, то есть, у них там немножко свой, свой эндеркарт, они свои, совсем там, боксируют, и хотелось бы, чтобы они вышли на такой уровень, хотя бы. Потому что уровень, как показывают сейчас, это реально, ну, какое-то действительно конкретное действие. Потому что мы всегда возвышали конкретный уровень, а он оказался нолен. Вспомните, бои в супертяжелом весе, думали, что там, африканец даст бой Махмудову, а не получилось. Или там, допустим, Круговичу даст бой, потому что, ну, у них другой уровень, они опытные боксеры. Поэтому, в данном случае, как по мне, то есть, мне бы хотелось, чтобы реально в этой категории, расклеило какое-то новое течение. То есть, такое, вот сейчас идет Мексикан Стайл, здесь, это Джесси Родригес, и сугубо английское противостояние Санни Эдвардс. Только Санни Эдвардс на категорию ниже. Категория ниже. Да, но тем не менее, имеется в виду, что это такие самые, в этих, если брать, они там в 2 килограмма, по-моему, разница, это такие самые известные топовые имена. Когда мы смотрели, Чоколатита, или, допустим, мексиканца, эстраду, это тоже было интересно, дальше был Рунгвисай, да, то есть, это совсем другие течения, то есть, это была Мексика, это было Филиппины, и, то есть, да, то есть, и, то есть, Филиппины, Мексика, и это было Никаралва, это вообще все другое, и это все такое, допустим, это был микс, и реально, у них и стили были совершенно другие. допустим, там еще заходил туда англичанин, напомните мне, проиграл он Чоколатита, Анатолий помнит, это бой, олимпийский чемпион, олимпийский чемпион, англичанин, дрался с, с Никаралвом, с Чоколатитом, ой, я забыл, как он, Яфай, Халиф Яфай, это было очень круто, да, то есть, когда его, Чоколатита, это было все, все разное, потому что, вот эти все бои, они очень интересные, потому что, разница не то, что стили, разница просто, ну, разница школ, наверное, так, вот там, советская школа, допустим, африканская, это мексиканская, американская, то есть, здесь есть микс, японцы, у них реально, очень тоже крутой, но тем не менее, заметьте, я прошу прощения, все-таки, науе-ное выделяется, он всех проходит конком, и второго, третьего номера в Японии нету, к сожалению, но хотелось бы, чтобы он был бы, поэтому, ну, хотелось бы последовательно, науе-ное, в этой категории, чтобы они за ним пошли, собирали пояса, дрались, там, казу-то йока, то есть, ну, ну, классно было бы, чтобы это все было бы, допустим, но как конкурент, все владели бы поясами, и все обрабатывали друг друга, ну, в данном случае, я думаю, что и к этому идет, в этой категории, ну, смотрим, любопытствуем, то есть, все интересно. Ясненько. Ребята, я должен вас поблагодарить, хороший получился эфир, хорошая дискуссия, всех обнимаю, завтра встречаемся в 21.00, говорим о промоутерах и менеджерах, вот, так что, до завтра, спасибо большое, что пришли. Спасибо.